миф водя теперь тебе точно это ты по себе место занял то мама перестилается до ну молодец правильно чуть какие тут подстилочки вот оно место короля да вот так а психуешь что при этом просто характер да но ничего бывает ты главное лежи ты нам совершенно не мешаешь здравствуйте мои дорогие друзья начнем традиционно с розыгрыш вот такого замечательного пера а потом все расскажу генерируем и победитель у нас елена макаренко солянка тоже вкусная елен я вас поздравляю да вкусная из этой солянки вы получаете вот такое замечательное перо с марказитами и теперь вам следует связаться со мной в первом прикрепленном комментарии у нас указан мой номер телефона к нему привязан вайбер или ватсап поэтому пожалуйста напишите мне пришлите скриншот что вы подписаны на меня стоит колокольчик темный и скриншот где стоит лайк под видео можно одним скриншотом если у вас влазит все вот это мы с вами спишемся вы мне скажет свой адрес но это дальше это наш уже там технические задачи если вы также хотите выиграть винтажное украшение от моего канала и от меня лично вам следует подписаться все очень просто если вы еще не подписаны посмотреть видео нажать лайк и оставить комментарий да немножко видео выходит извините с задержкой потому что доставка как я говорил работает из рук вон плохо поэтому как только получила так только села и записывать и еще одно масенькое такое предупреждение убеждения не знаю как вам сказать точно у меня октябрь и ноябрь это череда дни рождения дни рождения моих родственников близких мамы свекрови прочь прочь подруг поэтому не все что я покажу в этом видео будет так сказать доступна к продаже вы уж меня извините я думала что эта коробка придет за другой коробкой но так вышло но ничего как говорится поехали давайте начнем знакомые вам уже броши она у меня уже была на канале это русский крест от joan rivers вот такие маковки купола прекрасное исполнение и центральный зеленый кристалл с очень красивая гранкой замечательная здесь эмаль посмотрите такая прозрачная видно что виден металл так называемая стеклянная эмаль вообще эмаль вот такая особенно что это такое это очень очень мелкое истолченное стекло практически пыль наносится вот вот в эти как бы емкости которая разделяет стеночки металлические техника кулазана это называемая прошу прощения опять тело 5 что-то с горлом вот и заполняется этой стеклянной пылью и запекается при огромном х огромных температурах специальных пить печах печах господи все же и соответственно мы получаем вот такой эмаль при той или иной степени добавки в эту стеклянную пудру перламутра или прочим мы получаем перламутровую эмаль полностью непрозрачную или прозрачную как в данном случае джоан риверс признанные и украшения особенно у нее большой пласт русских украшений все хочу привестись брошь казачок но никак что-то у меня с ней не срастается и так русский крест у нас уже мы уже видели но как говорится еще раз посмотрим так еще и одну диковинку вам покажу но начну с менее диковинок вот такая брошь это дамаскина или дамаскин талецкая чеканка делается в городе толедо испания и здесь вот замок тромбон на такую золотую основу так скажем прикрепляется вот такая как бы пластиночка здесь еще от меня прикреплена дополнительными клепками и это на черном фоне сейчас уже стали еще добавлять но не сейчас и в 50-е годы тоже серебряный цвет но вот это более старше брошь и вот такая вот интересная это сороковые потому что я брала это все одного продавца вот он именно у него целый магазин он специализируется именно на дамаскинаде дамаскине у этого продавца я купил вот такую штучку сейчас вам покажу это уже здесь написано барселона спейн я не знаю от этого или это кораблика ну скорее всего потому что она расходится по всей испании и посмотрите на эту красоту объемный с огромной иглой которые мне просто впивается сейчас в палец посмотрите с крестами с мальтийскими крестами даже на флаге это сделан орнамент вот о чем я говорила вот здесь уже серебряный цвет добавляется посмотрите какая она объемная она не была абсолютно в ходу на все время было в коллекции говорю целый магазин у него у него просто специализируется только на талецкой чеканки это тоже дамаскин я вам даю рассмотреть близко-близко какие паруса даже вот чувствуется что он в движении правда ветер натянул эти про паруса и вперед вперед я держусь за какую-то часть корабля уж простите я не очень сильно в них мачты вот такой вот замечательно брошь давайте мы их вот так вот тоже вместе положим так ну и что давайте по нашим любимым по нашей любимой джулиане различные виды броши колец от джулианы появляются у меня завидно регулярностью на экране и вот это не исключение исключение здесь составляет цвет вы его видите бледнее он чуть-чуть насыщенный он сиреневый с какой-то внутренней дымчатой поволокой очень интересный цвет и и самое интересное здесь нету нанесения а.б. но кристаллы переливаются так что даже мне кажется вам это видно кольцо немножко видите немножко на такой формы чуть-чуть изогнутой вот здесь все замечательно стекло и даю вам рассмотреть на и нежнейший приятный цвет который просто как льдинки искрятся у меня в руках да я тоже западаю я еще этот вот мало тоже рассмотрела потому что ты вот там вся коробочка то все всего лишь все что я вам сейчас покажу потому что ну что говорить броши дорогие и влазит очень мало так сейчас покажу не что но это было в лоте и как говорится это нельзя было выкинуть это вот такой хэнд мэй интересный хэнд мэй листики вот такие бусины под кошачьи это есть кошачий глаз и видите это такой хэнд мэй такая вот иголка нитками перемотана можно по-разному закреплять но знаете что то есть в этом неплохое но есть как говорится почему бы и нет но и злота брат им брошь не выкинешь ладно бог с ним посмотрите вот какая необычность это да 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 это джулиана посмотрите от пользы какая замечательное состояние амальгама вообще в потрясающем состоянии от моего любимого коллекционера прекрасная огранка зелено-синие но вы наверно уже сейчас все смотрите на центральный кристалл да это кристалл двухцветный так называемый как он делается в емкость так скажем которая заливается расплавить расплавленное стекло делает не доливается чуть-чуть так скажем и инструментом похожий примерно на шприц заливается другой только он стальной заливается другой цвет стекла например вот здесь в данном случае это зеленый вот в эту форму этот шприц втыкается и поршнем но это я шприц так условно называю и поршнем вливается там капелька или чуть больше доливается до полной водка вот этой массы которая нужна по граммовке чтобы сделать кристалл вот такой вот кристалл то есть он не успевает разойтись по всему вот когда им сделать другой цвет а именно остается вот такой вот капелькой и как раз мы сейчас можем наблюдать вот такое вот вживление в кристалла второго цвета интересная очень брошь казалось бы традиционные традиционные цвета а ведь как можно их преподнести за это обожаю джулиану всегда что-нибудь да выкинет так далее идем далее идем идем я даже не знаю какую я вам сейчас по спокойному пока давайте пройдем вот старенькая брошь это примерно сороковые годы это я ее мыло ничего страшно осталось посмотрите какая интересная вот эти кристаллы рис на резное стекло эти поближе поднесу резное стекло и в них прям как будто морозный узор застыл правда и вот здесь вот внутри посмотрите в каждом кристалле это не нарушение амальгама здесь такой же вот морозный эффект как будто добавлен каждую показываю видите брошечка старенькая была очень очень грязненькая я ее помыла но как говорится это стекло как говорится красоты она своей не потеряла очень самодостаточная брошь посмотрите издалека вот эти синие нерезные кажется как будто это какое-то ледяное пространство и на нем остался замороженный цветок правда так интересно тоже антиквар антиквариат так это все я говорю легкая разминка легкую разминку мы продолжим вот этой брошью это не джулианна сразу хочу вам сказать хотя и похоже брошь в стиле мальтийский крест как вы наверное можете заметить вот этот кристалл он так самый ярко играющий на камере он прям зеленый так он знаете желтоватый желтоватый с чуть-чуть оттенком зеленого но и здесь это единственный кристалл это хрустальный такая вот сердцевинка которая даже по звуку слышите отличается нежное такое пеучие состояние тыльная сторона тоже 50-е годы уже достаточно возрастная брошь так скажем это отвлекусь недавно чисто случайно мне попалась рекомендацию блогер вообще не с минусом не с плюсами просто рассказывая примите это просто как рассказ а то я уже теперь боюсь что либо говорить оправдываться приходит пока брошь поразглядывайте это мне нравится я смотрю на брошь ну брошь такая достаточно ну знаете двухтысячные 2010 не америка но блогер видимо начинающий еще не набил руку глаз и прочее и она берет брошь это брошь винтажная потом подумала видимо поняла что надо доказать что она винтажная она очень тяжелая так вот вот это брошь средней тяжести если это по винтажности определяется так вот и здесь конечно совершенно другая посадка камней другие лапки видите достаточно широкие я не говорю что по лапкам все только при определяется но во многом тыльная сторона замечательное тоже состояние и вот такая интересная брошь и мальтийский крест и одновременно вот видите здесь как будто бы и круг сделан и хрустальная сердцевина здесь это я просто рассказала в как говорится что вижу то вам тоже рассказываю не совсем совсем не про кого поговорить нельзя а то мне сразу писать там начинаете ту забила я всех бедных блогеров так хорошо далее далее я вам сейчас покажу обалденная брошь они мне всех обалденные посмотрите на эту сказочную чародейку по-другому не скажу кристалл я сейчас снимаю при дневном свете а ты чё упал крест не крест при дневном свете нету конечно ну я то вижу его там вообще просто это не серые кристаллы они с каким-то серебряным эффектом не из-за амальгама нет они сами по себе такие какие-то интересные неожиданные я бы сказал так тыльная сторона джулиана купленная моего любимого коллекционера стекло любимая вот эта окантовка их из мелких кристаллов все естественно взята в лапке чем-то знаете к такой воротник воротничок что ли напоминает застежка правда хотя можно и вот так спокойно тогда какой-то невиданный цветок но красивая страсть какая пока вот конечно если бы все бы сияние передавала камера вы бы ахнули но тут хватает и того чтобы ахнуть замечательная красивая брошь у я уже мне трудно выбирать какую вам показывать очень сейчас необычную брошь покажу так называемое яблоко конечно чисто и условно называемое яблоко вот здесь как будто три листика а вот здесь как будто бы плод и на нем еще какой-то цветок с длинными кристаллами и вот посмотрите даже вот эти самые маленькие вот сейчас фокус они взяты в лапки вот самые самые крохотульные посмотрите как это интересно тут все сделано но естественно это держится на осевой линии вот здесь на крепкой потому что брошь объемная можно и вот так как то яблочко будет перевернута листик вниз хоть как тут можно до хоть даже вот так можно это это красиво такое зеленое яблоко поспевающие а вот это вот чем-то даже похоже на я буду кристаллы оба на яблоневый цвет но конечно опосредованно похоже красиво это просто я вообще обожаю когда яблони цветет это что-то невероятное в японии когда цветет сакура есть даже дни выходные которые так и называются что но уж дни для любования цветения цак сакуры мне кажется если бы вот у нас было бы нечто подобное мне кажется бы культура нашей страны бы немного до повысилась но я боюсь что всем было бы пофиг на яблони все обжаряли шашлыки и пили пиво к сожалению сейчас скатилась отдых только к этому я не про всех говорю этот лично мое наблюдение имею право хотя ничего против ними каждый отдыхает как ему нравится так тебя так не видно да тогда вот так вот стой лишь бы не во вред другому так давайте мы добавим другого цвета вот такая тоже интересная брошь нежно 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 нежность какие-то нереальные оттенки зеленого я даже не могу сказать какие-то стыковые между желтым бежевым и зеленым и вот такие коричневые кристаллы разной формы мы здесь видим каплевидные навета или лодочка ее называют еще тоже круглые каплевидные мелкие вот это еще мельче и каждый вот размер и каждая огранка создает совершенно другой цвет хотя за основу бралось одно и то же стекло посмотрите состояние замечательное можно вот так можно вот так можно хоть как очень красивая брошь строгая лаконичная ну как строгая конечно для моего канала строгая для некоторых это к куда мне в этом пойти вот на девчонки если на душе праздник и если хочется красоты ты хоть куда просто приколите идите вы не поверите это так просто вот это здесь красавица ой ну девчонки теперь держитесь что называется что называется держитесь я вам да сейчас ничего сначала рассказывать не буду просто посмотрите только скажу что дает юлиана тыльная сторона можно вот так можно вот так можно наперекосяк и так что мы видим прям вот смотрите резные кристаллы с эффектом а.б. показываю что стекло оба обалденные к синий так называемый королевский синий кристаллы с эффектом аврора бареалис багетные кристаллы просто какая-то фантазийная композиция которая так вот как как будто похожий клювик глазик и вот головка пти какой-то птички неведомый но вот очень брошь который от которой и очень трудно оторвать взгляд а ее хочется рассматривать рассматривать у нее все новые 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 детали это просто какой-то шедевр как же умели раньше делать я перед сел голос не пойми с чего он я поняла что у меня садится голос это волнение это уже чисто психосоматика но ничего страшного а вот как же это красиво когда видишь это на фотографии когда выставляют тебе для покупки или ты выигрываешь там лот или брошь покупаешь фотографии передает но лишь частично когда ты держишь это в руках это совершенно фантастично даже камера вот примерно съедает 10 процентов красоты от этой броши смотрите какой кристалл опять покажу вам что она в изумительном состоянии все на месте не маленькая просто 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 обалденная помните так положить чтобы это было так следующая магическая брошь почему магическая а посмотреть на это вы посмотрите на это я вам даже ничего говоря не говорю уже просто тут слова не нужны тут не надо описывать в каком металле какая я просто можно держать на камеру и молчать зритель не дурак он все видит и так это стекло это не хрусталь не буду вам даже когда хруст расстегнулась хочу от расстегнулся но раз она расстегнулась я ушла мотыльную сторону покажу видите что насколько прозрачный кристалл моя рука спокойно вот прелесть таких брошей в том что они при своем так я вам покажу что она в тут все тут такими какими-то волнами сделано видите волнами волнами прелесть такой броши например в том что очень не надо заморачиваться с одеждой под нее как вы говорите куда пойти так как она прозрачная фактически видите вы одеваете ее на черную она перехватывает тональность вашей одеждой она подкрашивает кристаллы цветом вашей одежды вы одеваете красная она подкрашивается вот видите красным цветом но при этом она и не теряет своей индивидуальности до брошь не дешевая но она того стоит это считать такой универсализм под любой случай вот знаете она мне почему-то напоминает такой вот знаете а чистую чистую воду их вот когда бросил нее что-то и вот такие капли разлетаются крупные еще когда и нас на свету знаете на солнце да и вот а башки выполняет как раз аврора бареалис кристалла выполняет вот эти вот капли воды роль капель воды как вот которые отразились на солнце которые поймали вот этот спектр радуги а вот прозрачные настолько чистые они еще разлетаются они солнце их подсвечивает но вот нет вот такой вот радуги которая в них застряла вот как например в авроры бареалис бареалис я просто я сижу я завороженно смотрю на эту брошь я готовы и вот знаете есть такие всякие слаймы там антистресс и прочие там спиннеры свое время все на у крутились вот антистресс просто садишься и просто смотришь ее это такой антистресс поверьте я вот ее даже я из рукой не хочу выпускать она какая-то вот притягательная настолько что что объяснить это словами как-то нету даже тех слов чтобы подобрать и так одну притягательную я вам показала сейчас покажу еще одно да все-таки джулиана она умеет миксовать и материалы и кристаллы и формы то что вы видите круглая это кошачий глаз там тигриный глаз всякий там львийные по-разному называется нежно-голубого цвета вот эти кристаллы это замороженное стекло а вот эти голубые с легким легким нанесением аврора бареалис такой не тяжелая например видите она дает только под цвет это это в раб реалис показываю что это стекло это камень вот такая тыльная сторона голубая ледяная симфония я бы ее так назвала еще один антистресс который просто можно смотреть опять таки я говорю не тут нечего рассказывать она прекрасна она по определению это вот просто такое мастерство сделать вот например вот в брошке два цвета вовка в камне градуированные кристаллы у нас были в одном из выпусков вот такая которая принимает цвет любого вот на темном видите как она смотрится на чем она приняла цвет темного отразила его но не потеряла при этом своего шарма шика как хотите называйте но вот эта брошь это просто тоже это это вот зима в ее самом красивом проявлении хотя и ненавижу лед но вот здесь я просто преклоняюсь именно вот кристаллы которые замороженные они открытые и вот них создается какой-то вот видите эффект застывший воды когда пруд или еще что-то подергивается коркой льда и вот такой проявляется там еще есть вода видите вот вот если мой палец так смотреть там где может быть плюс еще и плещется вода или река когда там замерзает но уже есть слой льда который который это все озаряет а если еще выходит солнце то лед вы сами знаете начинает иногда поблескивать где-то застыла посильней это просто у меня нет слов вам описать эту брошь да мне кажется это и не нужно описывать этим надо любоваться владеть лучше любоваться носить ибо каждая женщина достойным обязательно крась красивых украшений женщины украшения это два синонима которые должны быть всегда вместе и сейчас я вам покажу брошь сразу скажу она не в продаже но я хочу чтобы вы полюбовались да эта серия богемия у меня была бабочка но у нее были амальгамы здесь амальгамы нету здесь чистый лимонно-желтый хрусталь я вам просто вот так пройду и вы услышите это пение я еле-еле касалась вот так это было посмотрите на это посмотрите и я даже ничего рассказывать не буду какая огранка все-таки хрустальные броши особенно такие моно скажем только один цвет не представляете что у меня в руках сейчас у меня просто это брошу горит если у кого-то есть домом богемская хрусталь то вы знаете понимаете покажу вам насколько здесь все идеально открытые ведь какая чистота все грани огранки по-разному когда только перевернешь они начинают искрится и это я снимаю почти что при дневном свете у меня сейчас вот камера подсвечена чтобы вам было видно но когда я наступил вечер и только электричество и не в свет это загорается немыслимым каким-то здесь нет зеленого цвета я не знаю почему на камеру вот эти кажется зеленоваты они наоборот они такие лимонные чуть чуть побольше лимонные чем другие но здесь нет ни а.б. не эффекта не замороженного ничего но от этой броши просто не отвести глаз это просто да мои дорогие это пока все потому что ну что сказать это не дешевые броши вы сами знаете я такие показы чередую следующие вам покажу что-нибудь чуть чуть попроще чтобы так сказать градус не пить вас все время не держал в таком напряжении я понимаю когда смотреть все время на такие вещи это сложновато и устает глаз и даже эмоции начинают уже не так сильно выражаться и прочее прочее но сегодня у нас вот такой шикарный показ давайте вам покажу разный разноплановый кристалл я вам показала всяко разные и с серебряным эффектом и с двойным замороженным и с эффектом отражения и резное стекло и всякое фигурное и хрустальное и какой-то нереальных цветов и исторические какие-то техники я имею ввиду чеканки таледы дамаскинада я просто сама сижу и балдею так же как и вы пожалуйста пишите кому что понравилось а я вам пока покажу брошь я взяла такую универсальную потому что ну честно я не знала что выбрать вот такое универсальная брошь с такими красивыми медовыми немножко разного размера кристаллами такие листики абсолютно как говорится и в пир и в мир и шарфик приколоть и на лацкан приколоть куда хотите короче приколите получит тот или то кто подпишется оставит комментарий кстати очень красивая брошировка посмотрите интересно сделано здесь гладкого здесь такие мелкие зубчики и они они завернуты это они не смяты и так вот специально как будто все осень поздняя как сейчас получит тот или то которая подпишется оставит комментарий и поставить лайк видео и пожалуйста я вас очень прошу поделитесь в соцсетях или еще либо где это очень поможет продвижению канала этом очень большой труд собрать и привести в особенно сейчас когда в такие задержки по доставке вот эту всю красоту показать вас порадовать ну правда те вы меня тоже поделитесь подпишитесь это не так сложно а мне это очень приятно и дает очень большой стимул спасибо вам большое за просмотр спасибо вам что смотрите меня вообще где девочки мои милые извините если она чей-то комментарий не не ответила я все почитаю но у меня чисто физически часто не хватает просто просто не хватает то что ответить каждому тем более я сейчас готовлюсь к одному событию потом все расскажу вот поэтому сейчас держу в секрете чтобы как говорится ничего не сорвалось вот поэтому вы пожалуйста сделайте мне такой вот просто широкий жест вашей доброй воли на моем канале же всегда собраны люди которые ценят и человеческое отношение красоту и главное доброту который я всегда вам желаю вам всем добра удачи и здоровья и вашим родственникам и вашим любимым людям с вами была ваша я на на диване мы с вами увидимся очень скоро пока пока